Всем привет, с вами Вика, и как вы знаете, то я уже вернулась из Италии, а знают это именно те, кто следят за моим профильным инстаграмом. Я часто почту туда классные фоточки и делюсь с вами моими мыслями, поэтому обязательно подписывайся по ссылочке в описании. Когда я первый раз была в Италии, я только тогда завела свой канал, я боялась, что при видеопокупке из Италии я не смогу ничего показать, а сегодня боюсь, что оно будет слишком длинным. И да, вам придется меня немного послушать, потому что у меня есть для вас много новостей. И касательно расписания, оно до конца августа изменится, и видео будут выходить каждый понедельник, среду и пятницу, поэтому обязательно подпишись на мой канал, ведь видео будет много, и они все будут интересными. А также не забывай нажать на колокольчик, чтобы точно не пропустить мое видео. И теперь давайте начинать. Нам повезло приехать в Италию во время огромных скидок полугодичных, которые бывают только перед Рождеством или же в середине лета, собственно говоря, как получилось у нас. Начнем мы, пожалуй, со Старбакса, так как у нас в стране Старбакса нет. Я купила вот такую вот крутецкую термокружку. Она мне очень-очень-очень-очень нравится. И вот так вот она выглядит. Фокус-фокус нет. Дальше в Тезените я по огромным скидкам купила себе несколько пар нижнего белья. Показывать я вам его не буду, но поверьте, оно классное. Продолжайте в моем нижнем белье. Также я купила себе белья в Victoria's Secret, так как там были бешеные скидки. Алькот. Я просто обожаю этот магазин. И я оттуда привезла себе вот такую вот футболочку. Она простая, белая, базовая. На ней написано Don't Kill My Vibe. И она мне безумно нравится. Далее в Телли Велли я купила просто гору вещей. Я зашла и еле сдержалась, чтобы не покупать полмагазина. Во-первых, я там купила вот эту вот футболку с единорогом. Она прекрасна. Во-вторых, я купила вот такую вот бейсболку с, опять-таки, единорогом. И тут написано I'm Real. И последнее, что я там купила, это была вот такая вот, вот такая вот блудочка. На ней вырезаны рукава, и я собираюсь взять ее с собой в Болгарию. Кстати, оттуда будут влоги. И если ты до сих пор еще не видел или не видела влоги из Италии, то обязательно переходи по ссылочкам в описании. Или жми на подсказку. Влоги вышли еще не все, и они будут выходить по понедельникам или по средам. Или по понедельникам и средам в течение этого месяца. Поэтому обязательно следи за моим каналом, потому что видео будут, правда, интересные. Теперь давайте перейдем к косметике. Кика, это итальянская косметика. Я купила просто кучу всего. Первая, это вот такая вот компактная пудра. Она у меня в третьем оттенке. Здесь, к сожалению, нету спонжика, но зеркальце. И сама пудра очень-очень классная. Я настоятельно вам ее рекомендую. Далее я купила вот такой вот скульптор. Он у меня в двухсотом оттенке. Я напишу точно оттенок где-то здесь. Этот скульптор абсолютно не рыжит. И это очень-очень круто, так как бронзером можно пользоваться только в летнее время, пока есть хоть какой-то загар. А зимой это выглядит отвратительно. И этот скульптор меня спасет. Так что я купила две помады. Первая 304 оттенка. Она такого кораллового цвета. И мне это очень нравится. Это ярче, чем я обычно ношу. Но еще ведь лето, можно себе это позволить. И вторая помада первого оттенка. Она такая нежная-нежная. Такого персиково-бежевого оттенка. И обе помады бежевые, так как, несмотря на то, что сейчас в тренде блеск, на губах я его не переношу. Я ненавижу, когда на губах что-то блестит. И обожаю матовые помады. Далее в Сифоре мы купили палетку от Urban Decay. Это палетка хайлайтеров. Здесь 4 оттенка, и они просто офигенные. Как я сказала ранее, я не люблю блеск на губах, но хайлайтеры это любовь. Во всей Европе очень популярна сеть магазинов Tiger. Там продаются достаточно странные иногда вещи, как мозг, но его разобрали. Я хотела себе купить, честно, и на заново прийти с мозгом. В общем, я оттуда взяла несколько прикольных штучек. Например, вот эта вот бутылочка. Она очень круто смотрится на фотографиях. Если туда налить какой-то цветной красивый коктейль, я буду обязательно ее использовать. Далее я купила вот такой вот небольшой чемоданчик для всяких там мелочей. Мне он очень нравится. И также я купила вот такую вот офигенную открытку с фламинго. А еще она такая переливает, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Какая может быть Италия без сумок? И первая моя сумка выглядит вот так вот. Она достаточно строгая и жестко держит свою форму. Это то, что мне было нужно, пока я не увидела вот это. Это классическая сумка-мешок, но она из натуральной кожи, поэтому я купила еще три. Сумок много не бывает. Да. Серьезно. Дальше я купила вот такую вот мини-сумочку в качестве брелка. Она тоже из натуральной кожи, и это очень-очень классно. Сладенькое оставим на конец. У меня есть такая традиция. Каждый год из своей заграничной поездки я привожу нутеллу. Килограммами. Килограммами. Обычно я беру две килограммовые банки нутеллы, но в этот раз я ограничилась одной, так как у нас было очень-очень ограниченное место в чемодане. И также я привезла вот такой вот наборчик сладостей от Хариба, так как у нас оригинального Хариба нету, и здесь куча всякого разного, и мне это очень нравится, и я изум не дождусь, пока я это буду пробовать. Самое-самое-самое последнее, что я вам покажу, это вот такая вот открыточка из Амстердама. Это новая моя традиция, и с каждой стороны, куда я лечу или еду, я привожу оттуда открыточку, и мне она очень-очень нравится. Она такая нежная и атмосферная, и очень-очень крутая. Ну что ж, на этом было все. Я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео, и ты дотерпел до конца. Напиши, пингвин, если ты досмотрел до этого места, и я правда надеюсь, что тебе понравилось это видео, поэтому обязательно поставь палец вверх под этим видео, не забудь подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы больше не пропустить ни одного моего видео, а также совсем скоро, а именно в эту пятницу выйдет видео из серии Back to School, поэтому обязательно подписывайся на мой канал, ведь видео будет много, и они все будут классными, и напиши в комментариях, ждешь ли ты рубрику Back to School. Люблю вас всех, сияйте, увидимся в следующем видео, пока!